Зимняя дата, 28 мая 2316 года. Я все еще не мог смириться с утратой. В один момент я потерял все, что у меня было. Кто-то бы на моем месте даже радовался. Наконец-то он в свободе. Никаких обязательств, нечего терять. Но знаете, мне не нужна свобода, если она достается такой ценой. И все же я был рад, что я жив. И этим я обязан автоматическому спасательному навеку на ЭОС. И дозорному крейсеру земного космического флота, который так удачно проходил в пару лет от нас. Так как я бывший военный, меня на корабле приняли как своего. К тому же я был старше большинства позваний. Когда же я спросил о причинах их пребывания так далеко от земли, оказалось, что командование потеряло связь с одним из своих наблюдательных зон. И они летят, дабы узнать, что случилось с зондом, и провести его техобслуживание по возможности. И вот уже скоро мы должны будем подлететь к точке, где был обрыв связи. Спустя час мы вышли возле небольшой пустынной планеты. Долго искать зонд нам не пришлось. Он находился ровно в тех же координатах, где и была потеряна связь. И уже через несколько секунд бригада техников отправилась к нему. После того, как зонд прибуксировали в ангар, он был подключен к системам корабля и просканирован. И в файлах была обнаружена запись, которую зонд так и не успел отправить. Этой записи уже более трех месяцев. Но что-то меня заставило задуматься. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok